Здравствуйте дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами поговорим о том, нужно ли ликвидировать национальные республики и преобразовать их в области или губернии. Приятного просмотра. После развала СССР уже в Российской Федерации произошел новый региональный парад суверенитетов. Когда все бывшие автономные республики были преобразованы в суверенные республики, у которых был собственный президент. Так в 1994 году в России появилось свыше 20 президентов. А все потому, что однажды Ельцин сказал роковую фразу. Берите столько суверенитетов, сколько сможете проглотить. В итоге Татарстан и Чечня, а также Башкирия провели собственную конституцию и провозгласили себя независимыми государствами. Тогда, в лихие 90-е годы, наша страна буквально чуть не распалась на множество отдельных государств. В 2000 году к власти пришел Владимир Путин, который понял, что нужно немедленно начать корректировать конституцию. Ведь согласно ней, все российские республики числились как суверенные государства, строящие равные отношения с Российской Федерацией. Поэтому в 2001 году в Конституции Российской Федерации республики перестали считаться суверенными. А в 2010 году практически все республиканские руководители отказались от титула президента, за исключением Татарстана. Таким образом, в 2000-е годы региональный сепаратизм России удалось пресечь. Однако, по мнению некоторых экспертов, таких как Егора Холмогорова или ныне покойного Владимира Жириновского, пока есть национальные республики, имеется угроза распада России. Но так ли это? Есть ли угроза от национальных автономий? На сегодняшний день Россия состоит из 89 субъектов, которые именуются по-разному. Так, Россия состоит из 48 областей, 4 автономных округа, 1 автономной области, 3 города федерального значения, 9 краев и 24 национальных республик. Однако, на мой взгляд, упразднение национальных республик и преобразование их в губернии либо области не решат проблемы. И тут имеется множество причин. Первое. Опыт Российской империи. В годы царской России не было ни национальных республик, ни автономии. Однако, это никак не помогло избежать сепаратизма, который произошел в 1917 году. То есть, сразу же после февральской революции, татары, башкирии, малороссы, народа Кавказа провозгласили свой суверенитет. И это несмотря на то, что все эти перечисленные народы не имели своей национальной автономии. Следовательно, если современная Российская Федерация упразднит все национальные республики и автономии, то это никак не поможет избежать проблем. А все потому, что не название регионов определяет судьбу государства, а народы, которые проживают на той или иной территории. Второе. Массовые протесты малых народов России. Если современное руководство России начнет процедуры по упразднению национальных субъектов, то это приведет к массовым протестам среди малых народов. Особенно, сполыхнет Северный Кавказ, что будет только на руку нашим недоброжелателям из стран Запада. Да и к тому же, это будет противоречить конституции нашей страны, по которой Россия является не унитарным, а федеративным государством. Третье. Преобладание русского народа. Из 89 субъектов России доля русских преобладает в 79 регионах. Даже среди национальных республик, лишь в 5 субъектах русский является национальным меньшинством. Таким образом, благодаря преобладанию русского народа, беспокоиться насчет сепаратизма не стоит. Наоборот, уважение русского большинства к нацменьшинствам лишь укрепляет Россию как государство. Но на этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на моем канале Мир глазами философа. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok